Существует очень достаточно большое разнообразие этого вмешательства. Начнем с самого небольшого, минимального, она так и называется мини-абдоминопластика. Это операция, при которой делается небольшой надрез над лоном и убирается небольшой участок отвисшей кожи ниже пупка. Вся остальная зона не трогается. На самом деле это не так часто выполняемая операция, потому что все-таки чаще всего мы встречаемся уже с полным изменением передней брюшной стенки. Тогда приходится делать полную абдоминопластику, во время которой проходит вмешательство на всей плоскости живота, от реберных дубок до лона. Когда выделяются мышцы, проводится пластикой и мышц, и кожного лоскута всей поверхности живота. Это так называемая полная абдоминопластика. Еще она ее называет абдоминопластикой с перемещением пупка. Наиболее новой абдоминопластикой является эндоскопическая абдоминопластика. Это очень интересная современная методика, которая выполняется при использовании эндоскопической техники. Это позволяет через небольшой разрез, ширина его, длина его обычно сопоставим с разрезом, как при кесаревом сечении, провести и небольшие проколы, провести полную пластику всей передней брюшной стенки. Эта операция тоже новостребована. В то же время нельзя сказать, что ее можно выполнить всем подряд пациентам. Есть определенные показания, есть определенные моменты, когда эта операция не может решить всех проблем. Существует также следующий вид абдоминопластики. Это пластика живота эстетическая, которая совмещается, сочетается с лечебной процедурой, так называемым грыжесечением. То есть устранением грыжевых выпячиваний, которые также очень часто возникают у женщин в послеродовом периоде. Уникальность этой методики состоит в том, что если пациент обращается к обычному хирургу, к общему, по поводу грыжи на животе, то зачастую эта операция сопровождается большим рубцом передней брюшной стенки, который невозможно уже потом никак скамуфлировать. При проведении одновременно грыжесечения и абдоминопластики рубец располагается в незаметной зоне, в зоне ношения трусов. Во время операции устраняется как грыжевое выпячивание, так и удаляются излишки кожи. Соответственно, после операции женщина получает двойной результат. И она избавляется от грыжи и получает плоский красивый живот. При проведении абдоминопластики возможно не только удалить излишки кожи, но и уменьшить толщину подкожно-жирового слоя, смоделировать даже фигуру, сделать ее более очерченной, сделать талию пациенту, подчеркнуть. То есть получить втянутый живот – это все возможно. Это проводится, это дает очень хороший эстетический эффект. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова